Всем привет! Вы на канале Просто Техника. И сегодня в ролике я вам расскажу, как очистить память, что делать, если не работает приложение, оно не грузится, и что делать, если у вас смарт завис. То есть основные фишки лечения этих проблем. Вы на канале Просто Техника. Поехали! Итак, давайте начнем с Samsung LG. Потому что они проще. Там, в принципе, две основные проблемы. И я сейчас вам о них расскажу. И в конце расскажу об Android. Потому что, в принципе, все это просто. Давайте начнем с LG. Там максимально все просто. Во-первых, первое, самое простое, как и у Samsung, как и у LG, как и, в принципе, у большинства устройств, это очистить память. Очистить память просто возьмите и выключите с розетки. И телевизор, и роутер. Выключились розетки на 2 минуты, вставили. И, в принципе, проблема должна уйти. У LG часто бывают проблемы с переадресацией. То есть, когда вы, допустим, тот же Fork Player пользуетесь. И вместо Twiggle, или через что там, через Ivi вы пользуетесь. Заходите, и вместо Twiggle загружается не Fork Player, а сама программа. То есть, не срабатывает DNS. Опять же, либо выключение с розетки, либо просто зажимаете Exit. Вас выкинет и заново зайдете. Еще вариант зайти в DNS, вбить DNS авто. То есть, вернуть по умолчанию. То есть, заходите обратно, выставляете авто. Ну, кто пользовался, я думаю, знает. И потом ставите обратно вручную и выставляете тот DNS, который вам нужен. То есть, выбираете здесь. Опускаетесь, изменить. То есть, ставите галочку авто. Потом ее убираете. И прописываете обратно DNS. То есть, и тогда вы можете пользоваться обратно Fork Player. То есть, в принципе, у LG в основном проблем в этом плане меньше. То есть, у него все просто. Либо выключить с розетки, либо тоже зажать Exit. Давайте перейдем к Samsung. Что по Samsung? По Samsung, в принципе, также первое, это выключить с розетки. Второе, это, допустим, вот вы нажимаете на программу, и она у вас зависает. Допустим, вот зависла в каком-то моменте и дальше не грузится. Опять же, чаще всего все вот эти зависания, это из интернета. Берете просто пульт и нажимаете кнопку Exit. Если у вас маленький пульт, нажимаете кнопочку назад и держите 3 секунды. Вот так вот нажимаете, вас выкинуло. То есть, он очистил память, он забыл о своей проблеме. И заново заходите. И все должно быть получиться. Если у вас LG и Samsung не помогают ни один из способов, то крайний вариант – это сброс на заводские настройки. Но я думаю, первые два способа в основном всегда срабатывают. То есть, либо выключить с розетки, либо зажать кнопку Exit. В принципе, это две самые популярные решения проблемы в этих телевизорах. Ну и последнее, если у вас Android TV. Также выключением с розетки. Если не помогает, вы можете очистить кэш-память приложения. Для этого заходим в настройки. Находим вкладку приложения. Потом находим в этом списке приложения, которое вам нужно очистить или удалить. Допустим, в ForkPlayer бывает часто сбои. Зашли в ForkPlayer. И здесь есть такая штука. Очистить кэш или удалить данные. В принципе, либо то, либо то помогает. Нажимаете ОК. И просто очищается программа. То есть, если не помогает выключение с розетки. Это чтобы не делать сброс на заводский. То есть, вы можете таким образом очистить приложение, чтобы заново его не приустанавливать. Вы просто можете очистить данные приложения и заново поставить настройки, как вам нужно. В принципе, это всегда помогает. Ну и, конечно же, крайний случай. Это также сброс на заводский. И на заводские настройки сбросить. Но это, опять же, крайний вариант. Обычно первые два способа помогают. Обязательно, если будете выключать с розетки, выключать не только телевизор, а вместе телевизор и роутер на 2 минуты. Это самый популярный способ, который часто помогает очистить память и решить все проблемы, которые связаны со смартом, с зависанием и не работой каких-то приложений. В принципе, это все. Это самые популярные три метода. То есть, выключить с розетки, зажать exit, либо очистить память, если это Android-устройство. Ну и крайний случай, конечно же, это сброс на заводские настройки. Обычно помогают первые два способа. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забудьте оставить комментарий, если кому помог. Спасибо, подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok